Здравствуйте, я Смарёв Роман Станиславович, доцент кафедры компьютерной системы сети ГТУ имени Баумана. Это курс языки интернет-программирования. На сегодня мы рассмотрим 13-ю лекцию, посвященную вопросам безопасности веб-приложения. На сегодня мы рассмотрим, что такое хранение данных со стороны браузера, сервера, что такое сессии, что такое куки, что такое авторизация, а также рассмотрим общие вопросы безопасности при построении Ruby on Rails-приложений. Первый вопрос, который мы должны рассмотреть, это что такое куки. Куки — это в переводе с английского — это печеньки, то есть это минимальный объём данных, которые могут быть связаны с сервером, связаны с ассоциированием с каким-то конкретным клиентом. Что такое куки для веб-приложений? Я думаю, что большинство из вас видят, что если вы заходите на какой-то поисковый сайт, например, на Яндекс или на Google, если вы выполняете поиск по какому-то запросу, то потом, в очень длительное время, вас преследует реклама. Некая контекстная реклама, которая будет соответствовать тем запросам, которые вы делали. Как работает этот механизм? Механизм работает очень просто. Когда вы подключаетесь к какому-либо ресурсу, на вас создаются эти самые куки, то есть привязка вашего идентификатора, вашего браузера, которая может быть сохранена со стороны сервера. Таким образом, когда вы заходите на какой-то ресурс, создаются эти минимальные порции данных, которые могут содержать некий привязанный идентификатор, и после ввода соответствующего поискового запроса сервер запоминает, что если к нему заходит пользователь с таким идентификатором, это тот пользователь, который искал ранее тот и тот. И это значит, что ему можно показывать контекстную рекламу, ему можно показывать прочее безобразие, и его информацией можно пользоваться как угодно. Но в рамках того законодательства, применительно к стороне которого, вы показываете ваше веб-приложение. Как выглядит кукис? Мы откроем, сейчас нам понадобится браузер с абсолютно чистым окружением, ну, допустим, мы зайдем сейчас, откроем браузер, откроем Storage Inspector, и, допустим, на сайт Яндекс.ру. Что мы видим? Тут же после того, как мы зашли на сайт Яндекс, у нас появились так называемые куки. То есть куки имеет имя, имеет домен ограничений, имеет область применения. Каждая куки имеет срок жизни, то есть дата, на которой эти куки действуют. Причем мы видим, что большая часть из них долгоживущие. Что конкретно означают эти куки, как они используются в компании Яндекса, я не знаю. Но мы видим среди них Яндекс UID, UID, GID, что такое G? Ну, чаще всего это либо группа ID, либо какой-то еще идентификатор ID. Это идентификатор почти наверняка. Такое же в данном случае я не знаю. UID почти наверняка user ID, то есть идентификатор текущего пользователя. Назначение прочих идентификаторов я не знаю. Это конкретно как их использует Яндекс зависит от яндекса. В сущности то же самое мы можем сделать, например, если зайдем на Mail.ru. Если мы посмотрим куки, которые нам передаются со стороны сайта Mail.ru, Storage, мы видим те куки, которые относятся к доменам в данном случае Mail.ru, и какой-то еще служебный домен, который, сути по всему, используется имя для рекламы. Количество куки в случае Mail.ru гораздо больше, чем в случае Яндекса. Для каждого из них есть некоторый большой идентификатор. То есть мы видим здесь, и у нас появились идентификаторы. Кроме того, что происходит, когда мы выпускаем какое-либо приложение? Чужие идентификаторы мне больше не нужны. И теперь я выпущу какое-нибудь наше приложение. Допустим, приложение, которое мы будем использовать для демонстрации чуть позже. Запускаем его приложение, открываем закладку. Запросы нам понадобится Network. Localhost 3000. Мы сделали обращение к корневому адресу. Что теперь мы здесь можем видеть? А мы можем видеть, что результатом запроса мы получили куки. То есть запрос Request Feeders. То есть заголовки, которые мы передали в качестве запроса, вот они представлены снизу. Заголовки, которые мы получили в ответе, мы получили в том числе заголовок, который называется Set Cookie. То есть Set Cookie это тот заголовок, который содержит этот блок данных, эту порцию данных, называемый куки. И теперь мы видим, что, во-первых, куки переданы. Куки. Единственное имя, которое здесь передано, называется OutHTP Session. И содержит вот такое большое-пребольшое значение. То есть это значение, оно абсолютно не интерпретируемо. В данном случае оно хранит идентификатор сессии. Значит, если мы откроем это здесь, мы видим куки, связанные с текущим доменом. Как правило, куки связаны с доменом. Домен Localhost, потому что я запустил приложение из локальной директории. Вот оно, это приложение. И дальше мы видим обращение к соответствующим ресурсам, которые есть у нашего приложения. И получили куки. Значит, теперь, если мы будем обращаться к любым страницам этого приложения, то мы можем увидеть, что любой следующий запрос будет содержать этот заголовок куки в составе заголовка. То есть HTTP-реквест, как он есть вот, HTTP-пакет, который отправляется к серверу, содержит данные, которые называются куки. Почему это так? Ну, напоминаю, что традиционный формат общения между клиентом и сервером, это формат, когда клиент или веб-агент отправляет запрос, сервер обрабатывает этот запрос, высылает ответ и забывает о существовании клиента. Но нам нужно каким-то образом хранить состояние. То есть, как нам хранить состояние? Куки является тем самым механизмом, который позволяет в фоновом режиме, несмотря на то, что у нас протокол работает в режиме запрос-ответ, куки позволяют сохранить это состояние. То есть, куки — данные, которые гоняются между клиентом и сервером, и мы можем хранить любые данные, которые нам нужны для общения между клиентом и сервером. То есть, сервер сохраняет эти данные в запросе. Следующий шаг — клиент предъявляет эти данные серверу. Если там хранится то, что нам нужно для обработки в рамках нашего веб-приложения, мы можем использовать эти данные. Что такое куки? Куки — предписанная спецификация Request for Comments с номером 2965, и они являются тем самым механизмом, который позволяет ввести понятие состояния в протоколы HTTP. Для куки есть ограничения. Строго говоря, количество куки зависит, которое может хранить не браузер, а зависит от браузера. Но по старой рекомендации лучше ориентироваться на то, что количество куки ограничено. То есть, один браузер может хранить 300 куки всего, со всех серверов, со всех доменов. На один домен, или веб-сервер, в данном случае имеется в виду домен, мы можем хранить не более 20 куки. Куки имеют ограничения по размеру, то есть не более 4 килобайт данных, потому что они гоняются в составе заголовка HTTP. Заголовок HTTP ограничен по размеру. Проверить, доступны ли нам куки, мы всегда можем через DOM-модель. То есть, мы можем спросить у объекта Navigator, куки, enable это линии, или не enable. Код на JavaScript, который позволяет записать куки, выглядит следующим образом. Объект, документ, куки. Этот код вы можете выполнять в вашем приложении на JavaScript. То есть, таким образом вы можете сформировать любые куки. Куки, значение version, xpice. То есть, конкретное значение версии равно значению. И когда истекает срок годности этого самого куки. То есть, идея с куки заключается в том, что, во-первых, они имеют значение. Имеет ключ, имеет значение. И более того, есть параметр, который позволяет автоматически отслеживать. Например, вы можете поставить срок жизни куки, область применения. То есть, можно ли применять эти куки для синхронных запросов или нет. Или только для интерактивного взаимодействия с браузером. И дата устаревания. То есть, либо без устаревания, либо куки может устареть. И в этом случае браузер отбросит эти куки и не будет больше их использовать. Какие есть еще способы хранения данных? Ограничения на куки достаточно очевидны. То есть, их количество ограничено. Объем данных, которые мы можем хранить, малый. И вообще-то, если мы хотим сделать какое-то веб-приложение, которое позволяет хранить состояние со стороны браузера, куки нам не годятся. Одним из первых механизмов, который позволял хранить произвольные данные, был механизм, который назывался UserData. В браузере Internet Explorer работало, естественно, это только на браузере компании Microsoft. Нигде более. Чем был интересен механизм? Он был интересен тем, что он позволял пользователю со стороны браузера хранить произвольные файлы. То есть, мы имеем возможность писать JavaScript-приложение, которое использует локальный диск, специальные области, недоступные для пользователя непосредственно, но эта область нам доступна для записи на диск со стороны JavaScript-кода. То есть, мы можем там записывать абсолютно любые файлы практически без ограничений, и брать их из JavaScript-кода, то есть из того веб-приложения, которое работает со стороны браузера. Но проблема очевидна, что UserData работает только для браузеров компании Microsoft, нигде более. Для того, чтобы этого избежать, был предложен механизм, который назывался ShareTobjet. Он позволил отвязаться от операционной системы Windows, и появилась возможность, в общем-то, его использовать где угодно, но недостаток его в том, что он реализован как Flash-модуль. Проблема с Flash заключается сейчас в том, что технология Flash признану устаревший, и после 2020 года, скорее всего, вы не сможете ее использовать вообще нигде. То есть, только в определенных случаях вы сможете доустановить соответствующее расширение для браузера, которое позволит подключать соответствующие модули. То есть, ShareTobjet в данном случае не подходит, и его нельзя рассматривать никак по причине того, что даже сейчас уже не каждый браузер поддерживает эту технологию. Вместе с HTML5 появился механизм, который называется WebStorage. И WebStorage — это механизм, который рекомендован сейчас для использования. Технически в рамках WebStorage — это хранилище со стороны браузера, вы можете хранить любые данные, и, в общем-то, идеологически он похож на UserData. Что такое сессия? Сессия — это тот самый механизм, который позволяет привязать нам информацию о том, что пользователь уже посещал наш сайт. То есть, как в случае поисковых систем, как в случае, например, такой более простой пример. Когда вы заходите в какой-либо сайт, вы очень часто используете регистрацию, и вводите какой-то логин-пароль. После того, как вы ввели логин-пароль однократно, сайт не спрашивает вас на каждом запросе, введите мне логин-пароль каждый раз. То есть, один раз вы ввели, дальше сайт, серверная часть, можно сказать, если говорим уж очень на жаргоне, то в этом случае серверная часть помнит о том, что вы вводили логин-пароль. То есть, как это происходит? Да очень просто. Потому что в момент первого подключения вам выдается некий идентификатор, идентификатор, который называется идентификатор сессии. Ну и в данном случае мы видим, мы видим, что мы использовали наше веб-приложение. То есть, из куки мы видим только один куки, который называется OutHttpSession. И этот идентификатор сессии очень-очень длинный идентификатор в заголовке. То есть, если вы посмотрите на него, то маловероятно, что вы сможете его просто так заполнить и скопировать. То есть, в общем-то, на этот весь расчет. Его сложно подобрать, его сложно просто взглянув на него увидеть и в этом смысле относительно безопасно его хранить и показывать в куке. Как получить вот такое число? Дело в том, что для того, чтобы его было сложно подобрать, он должен быть сгенерирован случайным образом. Полностью случайным образом мы сделать это не можем. У нас есть генераторы псевдослучайных чисел. У нас есть возможность породить, например, некие наборы последовательности с высокой энтропией. Простейший способ, как это сделать, использовать называемые хэш-функции. Из хэш-функции самые известные варианты это контрольно-циклические суммы, это MD5, уже устаревшие MD6, есть протоколы, протоколы, алгоритмы вычисления хэш-функций криптографические SHA-2, соответственно, SHA-256, 512 в зависимости от длины того ключа, который генерируется. И даже в том числе у нас есть специальный ГОСТ на порождение криптографических последовательностей. То есть в зависимости от того, кто ваш заказчик, вы можете использовать разные криптографические хэш-функции, которые генерируют разные последовательности с разным качеством всех этих случайностей, если говорить таким полужаргонным языком. Сессии, в свою очередь, они могут храниться в разных местах. То есть вариант, который я сейчас продемонстрировал, это хранение сессии как куки. То есть серверная часть приложения записывает куки как носитель этого самого значения session.id и отправляет нам на браузер, будет хранить это со своей стороны. С другой стороны, нам надо хранить это на сервере. Как на сервере хранить? Мы можем сделать полноценное, долговременное хранилище, мы можем оставить это на уровне куки. Если мы храним это на уровне куки, то после перезапуска приложения у нас может отникнуть проблема, что вообще-то те пользователи, которые ранее вводили логин-пароль, они пытаются подключиться с вроде бы уже созданной ранее сессией, но сервер эту сессию больше не знает, потому что после перезагрузки сервера информация о том, какие сессии были использованы, стерта. Значит, мы можем использовать долговременное хранилище, мы можем поместить в любую субэдэ, даже в том числе ту, которая используется в качестве основной и использовать механизм ActiveRecord. Мы можем использовать кэш-стор, то есть специальный кэш-рейлс, мы можем использовать MemCashStore, то есть внешние хранилища, которые для чего используются? Они используются в том случае, когда у вас есть несколько экземпляров вашего приложения. Вы хотите сделать так, чтобы независимо от того, при балансировании нагрузки, к какому из этих экземпляров включился пользователь, идентификатор сессии был корректно обработан. В этом случае надо установить отдельный сервер для хранилища, для хранения этих самых идентификаторов сессии. И это делается при помощи чаще всего с UBT формата ключ-значения. То есть все экземпляры нашего Rails-приложения будут обращаться к единому экземпляру либо Radies, либо MAMCash, либо прочих вариантов как-то организовать. Как настраивается генерация идентификатора сессии. Идентификатор сессии есть специальный конфигурационный ключ, и он находится в Session Store, есть идентификатор и initializer для Rails-приложения. Называется он ConfigSession. Мы можем указать, где конкретно нам надо хранить, как нам называть ключи и в каком домене их надо применять. Мы можем ограничить домен применения. Кроме того, для каждого приложения должен быть сгенерирован некий токен. Токен это то, на основе чего генерируются псевдо-случайные последовательности для соответствующих криптографических хэш-значений. То есть этот ключ или этот токен должен быть уникальным для каждого размещения вашего приложения. То есть если вы делаете размещение одного и того же приложения для нескольких заказчиков, каждому из заказчиков надо генерировать отдельный секрет-токен. То есть тем, чтобы ключи у них не пересекались и с тем, чтобы вероятность была бы скакнулила, что у нас упадут генерированные идентификаторы сессии для одинакового это времени. Говоря о аутентификации вообще безопасности следует прояснить некоторые термины. У нас есть три ключевых термина идентификация, аутентификация и авторизация. Что такое идентификация? Это сопоставление некого субъекта по идентификации. Если мы говорим о простой жизни, то это значит, что вы встречаетесь с кем-то каким-то лицом и спрашиваете «Как вас зовут?» Он говорит «Меня зовут Иванов Иван Иванович». То есть в этом случае он вам идентифицировался. Он выдал свой идентификатор и идентификатор это Иванов Иван Иванович. В чем проблема? Проблема вся в том, что вроде бы он идентифицировался, но как вы можете проверить действительно ли это Иванов Иван Иванович или это эпстрактононимус, то есть некое лицо, которое которая просто-напросто выдала вам произвольный идентификатор. Дальше что с этим делать? А дальше вступает процесс, который называется аутентификация. Аутентификация — это процедура проверки подлинности. Процедура проверки подлинности может быть выполнена различными вариантами. Если мы говорим о веб-приложении, то чаще всего это логин-пароль. Это не единственный способ. Если мы говорим о проверке подлинности в реальной жизни, то самый простой способ — это спросить. Да, я согласен, что вы Иванов Иванович, но только покажите мне паспорт. Паспорт для нас является доверенным средством проверки подлинности. То есть если у нас нет доверенного средства проверки подлинности, мы не можем выполнить аутентификацию. Мы будем верить просто тому идентификатору, который лицо нам выдало. Что такое авторизация? Авторизация — это предоставление определенному лицу для группы лиц определенных прав на выполнение определенных действий. То есть если к вам подошел, например, Иван Иванович и сказал, что просто показал паспорт, после этого он выдал, например, такую фразу. А теперь дайте мне, пожалуйста, ваш кошелек, я пересчитаю ваши деньги. То есть в этом смысле он пытается сделать запрос на некое действие, но весь вопрос, дадите ли вы ему авторизацию на выполнение этого действия. Скорее всего, вы не дадите ему авторизацию на выполнение этого действия, несмотря на то, что он прошел идентификацию, предъявил паспорт и выполнил аутентификацию, но у него нет авторизации на то, чтобы считать деньги в вашем кошельке. То есть применительно к информационным системам. Авторизация означает допуск к определенным разделам нашего веб-приложения, например, авторизовать на выполнение административных действий, выполнение, например, каких-то пользовательских действий, авторизовать, например, на просмотр личной страницы и прочее. Говоря о способах аутентификации, следует отметить, прежде всего, простейшие способы аутентификации. По протоколу HTTP у нас есть два способа. Это Basic и Digest Authentication. Что такое Basic Authentication? Это самый простой и самый примитивный способ аутентификации, который, тем не менее, заложен на уровне протокола HTTP, и любой браузер будет автоматически поддерживать его. Рассмотрим простейший пример. Для того, чтобы в Rails контроллере активировать аутентификацию, нам нужно написать HTTP Basic Authenticate with, и мы указываем, с каким логином паролем. То есть такой способ годится только в том случае, если у вас простейший вариант аутентификации, вы вообще не заботитесь о петчках паролей, не заботитесь о том, что у вас паролей должно быть много, допустим, у вас есть какой-то спецраздел, куда может входить ровно один администратор. Ну, в этом случае вы можете это применить. Либо ваше приложение просто настолько примитивное, что, ну, основная часть ориентирована на всех пользователей таковых, либо, наоборот, кроме администратора, там никому больше нечего делать, как веб-приложение для управления маршрутизаторами. То есть снаружи одна страничка статистики для всех, а все основные разделы только администратор, почему только один. Значит, что происходит в случае работы с приложением? Мы должны запустить соответствующее приложение. Так, нам сейчас нужен вариант защищенного приложения. У меня есть подготовленная страничка, и мы можем рассмотреть, как работает приложение. Чуть покрупнее. Две странички. Причем сейчас неплохо нам также активировать снифер, то есть вайошар. Так, снифер, при помощи которого мы будем видеть, что у нас передается в пакет. Для чего я показываю перехват пакетов? Так, для того, чтобы как разработчики в веб-приложении вы понимали, что эти вещи представляют собой то, от чего надо защищаться. Так, у нас интерфейс LoopBug. Поехали. Действие, которое мы сейчас делаем, это Basic Auth. Окно, которое мы сейчас видим, это стандартное окно запроса логин и пароли. То есть мы никак не можем влиять на него. Оно выдается браузером. У нас есть в приложении пользователь DataSecret. И мы вошли на соответствующую страницу. Так, останавливаем снифер. И смотрим, что же мы передали. Связываем поток через TCP в лоустрим. Обратите внимание на протокол. Протокол работы браузера с сервером. Мы использовали протокол, естественно, HTTP. Мы запросили страницу. Смотрим. Мы передали аутентификатор и идентификатор сессии. Но первым запросом, который мы получили, то есть ответ. Красный – это запросы со стороны браузера, синий – это ответы сервера. Мы сделали get-запрос к ресурсу, который называется admin.basic.view, и получили ответ с кодом 401. Одноторайство. То есть, что после этого сделал браузер? Браузер, когда получил заголовок с ответом 401, он выдал нам серое окно. Вот то самое серое окно ввода логина и пароля. Значит, дальше. Естественно, он указал. Basic access denied. Потому что требуется ввод логина и пароля. Дальше браузер сделал запрос. Ровно к той же самой странице. И что мы здесь можем видеть? Появился заголовок, который называется authorization, basic и некая последовательность. Только после этого мы получили ответ с кодом 200. Если бы эта последовательность была иной, мы бы получили код 403. Теперь смотрим, а что же такое basic и вот этот вот код? Этот код это не что иное, как перекодированный в base64 исходный пароль. Ну, допустим, приостановим наше приложение и сделаем следующее. Нам понадобится консоль. Мы сделаем команду echo. Удалим усу, чтобы было видно. То есть echo выводит в поток то, что мы там подставили. И у нас есть консольная команда base64-d, то есть decode. Что мы видим дальше? Мы видим, что эта последовательность очень успешно декодировалась. И теперь здесь у нас содержится то, что мы передали в качестве логина пароля. То есть мы видим, что basic аутентификация не кодирует никак пароли. Все пароли передаются в абсолютно открытом виде. Если у вас есть возможность подключиться сникером в ту сеть, которая передает данные между клиентом и сервером, то вы получите все логины и пароли. То есть и дальше вы можете делать что угодно. Соответственно, вам, как будущим разработчикам веб-приложений, надо понимать, что если вы сделали такое веб-приложение, работающее с basic аутентификацией, ваше приложение практически не защищено. Если есть возможность перехватить поток, значит, хакеру даже не надо прилагать усилия на то, чтобы эти пароли взламывать. Они доступны в открытом виде. Возвращаясь к коду приложения. Как выглядит код приложения? А сейчас мы смотрим по данному приложению, которое называется AuthHttp. AuthHttp содержит admin basic, вот он, dub secret. И второй способ аутентификации – это digest authentication. Digest authentication – это чуть более сложный способ. Чуть более сложный, но, с другой стороны, он и более удобный, более удобный в работе, и более универсальный. Чем принципиально отличается дайджест аутентификация? Дайджест аутентификацию мы можем сделать уже при помощи активации метода Authenticate or Request with HTTP Digest. Realm – это некая последовательность, которую мы также выставляем специфичные для нашего приложения. А вот то, что касается проверки для тех данных, которые ввел пользователь, мы уже можем здесь сделать проверку в соответствии, например, с данными, хранимыми. Как здесь представлено в массиве – это всего лишь один из вариантов. Либо эти данные могут храниться в базе данных. Причем, обратите внимание, если в первом случае мы могли хранить только открытые логины и пароли, то в данном случае мы можем хранить логин в открытом виде, а пароль в виде хэш-функции. Ну и, как здесь показано, хэш-функции, например, MD5. MD5 вычислены на основании Secret, Realm и тех последовательностей, которые нам нужны. Как выглядит в этом случае работа приложения? Ну, для начала я могу продемонстрировать, а что же будет все-таки, если мы сделаем запрос DIGESTAUD. Так, все хорошо, только я забыл запустить приложение. Rails. Приложение стартовало. Ну и, допустим, я делаю дальше ставок. Я опять вижу это же самое страшное серое окно, но теперь я говорю cancel. В итоге я получаю XFD9 с кодом 403. Хорошо, возвращаюсь обратно и получаю опять очередной запрос. Значит, нам теперь не нужен запрос, нам не нужен результат записи по Basic Authentication, мы перезапустим запись опять. Снифер запущен, дат, секрет, и мы получили представление, то есть страничка у нас получена. Теперь опять смотрим, а что же у нас все-таки происходит в снифере. Останавливаем, мы ищем первую точку вхождения по протоколу, причем нам надо сбросить фильтр предыдущий. Follow TCP Stream. Опять, мы видим последовательность. Браузер пытается обратиться к некому ресурсу. В ответ сервер выдает, что доступ не авторизован, код 401. Но теперь у нас появилась такая линейшая последовательность, которая говорит, что нам нужно использовать хэш-функцию MD5. И выдал некую последовательность, даже две последовательности, сгенерированные на стороне приложения. В чем идея? Идея заключается в том, что это начальная последовательность, на основе которой клиент вычислит новую криптографическую последовательность, используя переданные данные в качестве начальной последовательности дегенерации. То есть пароль плюс вот эти исходные последовательности дадут нам некую новую последовательность. Что мы видим в ответе в браузере? Браузер делает еще один запрос. Authentication Digest. User Name в открытом виде. Но это теперь уже не страшно, потому что пароль на самом-то деле сейчас криптографически зашифрован. И находится он вот при последовательности, в последовательности точнее вот этих ответов. То есть даже несмотря на то, что мы перехватили Digest Authentication, на данный момент мы знаем имя пользователя, который подключался, но бессмысленно пытаться сейчас перехватывать вот это, потому что в следующий раз для аутентификации сервер сгенерировать другую последовательность, на основе которой будет вычислена хэш-функция для пароля. И, соответственно, мы не можем уже подобрать криптографически ту последовательность, которую сервер примет как правильный пароль. То есть в этом случае у нас не передается пароль в открытом виде, пароль у нас зашифрован на основании временной последовательности, взятой со стороны сервера. Ну и далее браузер получил ответ. Итак, кроме того, что мы здесь видим, мы видим, что куки с идентификатором сессии у нас передаются в любом случае. Чем плоха такая реализация? Дело еще в том, что, как я уже показал, способ Digest Authentication в принципе относительно защищенный. То есть с его помощью, если мы пользуемся таким способом, перехватить пароль невозможно, ну и почти невозможно. Но проблема заключается в том, что единственный способ ввода логина пароля – это то самое страшное серое окно. То есть аутентификация с кодом 401 – это активация встроенного механизма аутентификации браузера, и вы никак не можете управлять внешним видом этого окна. Соответственно, это окно будет специфично для браузера, вы не можете красиво его интегрировать, и я думаю, что вы уже обращали внимание на то, что практически в любом современном веб-приложении такое окно отсутствует. То есть если мы зайдем, например, на mail.ru, что мы здесь видим? Мы видим, что у нас есть код, открывается красивая формочка, логин пароль. Если мы зайдем на Яндекс, мы видим в IT-почту, опять красивый логин пароль. Если мы заходим в Gmail, мы видим опять красивую форму аутентификации, причем в два шага здесь задается логин и пароль. То есть во всех этих случаях используется нестандартная система аутентификации. Как работает этот механизм? Механизм работает очень плотно. Для того, чтобы подключить аутентификацию, нам нужно иметь некую сущность, которая хранит этот самый пароль. Прежде всего, если мы говорим об обычных пользователях, у нас есть сущность под названием User. В данном случае мы видим, что это потомок ActiveRecord, то есть это не что-либо, а как модель. С точки зрения Rails в приложении нет разницы, как мы назовем эту сущность. В данном случае это User, это может быть абсолютно любое название, которое удовлетворяет смысл того приложения, которое мы делаем. И нам нужно добавить соответствующий метод, который называется в данном случае Authenticate. То есть выполнить аутентификацию. Конкретно как он называется, не важно. Есть определенные соглашения. Сама Rails не проверяет название этого самого метода, но лучше придерживаться такой схемы, для того, чтобы другие разработчики легко вас могли понять. Мы делаем метод Authenticate. Причем он здесь имеет указание, что он self, то есть он доступен для всех объектов, для всего класса User, для всех моделей. И имеет два параметра. Имейл, который мы используем в качестве логина. И submitted password, которым может быть в сущности что угодно. То есть либо пароль открытый, либо пароль, который представлен как хэш-пункция. Далее. Извлекаем всех пользователей, у которых адрес электронной почты, потому что мы здесь сделали привязку к электронной почте, равен тому, что мы указали. То есть find by email, email. Мы нашли этого пользователя, либо не нашли его. Если мы его не нашли, значит возвращаем результатом Authenticate, null. Если же мы его нашли, мы можем воспользоваться таким методом, который мы тут же здесь же реализуем. Метод в форме предиката, то есть суффикс, вопросительный знак. Имеет ли этот пользователь пароль, соответствующий тому паролю, который мы передали. В зависимости от того, что мы храним, если мы храним шифрованный пароль и передаем шифрованный пароль, значит в этом случае мы непосредственно их сравним. Если пароль из приложения передавался в открытом виде, то в этом случае мы воспользуемся функцией, вычисляющей криптографический хэш, непосредственно в нашем приложении, непосредственно на сервере. Следующий шаг, который мы должны сделать, мы должны вообще-то каким-то образом обеспечить возможность проверить, что пользователь текущий. Простейший способ добавить в ApplicationController, то есть контроллер, который является предком для всех остальных контроллеров, метод, например, CurrentUser. Его имя, опять же, произвольно, но в этом виде, при таком схеме именования, любой программист сможет понять о том, что делает этот метод. Этот метод делает следующее. Есть ассоциативный массив Session. Если в текущем контексте обработки, то есть получив запрос в контроллере, запустив его процесс обработки в рамках действия, вы обращаетесь к массиву Session, вы можете запросить объект, например, CurrentUserId. Этот ключ в данном случае используется как специальный ключ, куда вы можете записывать информацию, специфичную для пользователя. Если мы здесь говорим, что это CurrentUserId, то значит туда мы будем записывать ID. А это значит, что вообще-то Session предоставлен вам автоматически на основании идентификатора Session, то есть находясь в приложении, вам не надо думать о том, где взять идентификатор Session текущего пользователя. Ассоциативный массив Session при обращении к его полям всегда вам будет выдавать то пространство данных, которое связано с текущим пользователем, то есть с тем пользователем, который обрабатывается в текущем контексте обработки. Что мы здесь делаем? Мы проверяем, если у нас идентификатор этого пользователя уже есть, то в этом случае мы его запишем в CurrentUser. Значит, если его нет, то мы пойдем по второму условию, то есть End логически, и мы сделаем выборку из базы для всех пользователей, найти их по идентификатору. И используем этот идентификатор в качестве ключа для выборки. Дальше. Что нам нужно? Нам нужно иметь возможность каким-то образом отображать форму. То есть вот эта красивая форма, которая возникает при включении к какому-либо ресурсу, она не возникает из ниоткуда. То есть эта форма вообще-то должна быть откуда-то сгенерированной. Есть соответствующее представление, которое генерирует эту форму. Для этого, что нам нужно? Нам надо сделать новый контроллер, у которого есть действие, которое называется New. И единственное значение этого действия – это выдать пустую форму. То есть если мы говорим об исходном коде полном, то мы можем посмотреть, как это реализовано внутри приложения. У нас есть Sessions контроллер. У нас есть действие, которое называется New. Это действие New перенаправляет на представление. Sessions New. Представление, единственное значение которого – сгенерировать форму для ввода логина пароля. Ничего более. Причем мы видим здесь, что есть поле Email, Password, тип поля Password Fill. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы скрыть звездочками вводимый текст. И кнопка Submit, которая здесь обозначена как Submit. Что происходит дальше? Метод Crate – это войти, собственно, выполнить аутентификацию системы. Что мы здесь должны делать? Мы должны вызвать тот самый метод UserAuthenticate, который приготовили нашим пользователям. То есть модель метода Authenticate, который позволяет проверить, есть ли у нас этот пользователь. Напоминаю, что если у нас пользователя нет, то в итоге мы получим New. И в данном случае мы выводимся из этого условия If. Если мы пользователя нашли, мы можем запомнить в текущей сессии с ключом CurrentUserId вписать этот самый CurrentUserId, полученный из модели. После чего мы можем перенаправить пользователя на ту страницу, которая нам нужна. То есть или туда, откуда он пришел, или на корневую страницу. В данном случае мы перенаправляем на корневую страницу. После того, как пользователь вам больше не нужен, например, он говорит logout, или хотите его удалить, пользователь выполняет еще подозрительные действия, что надо сделать? А нужно удалить связь этого пользователя с сессием CurrentUserId. Это можно сделать через вот такую связку непосредственно. То есть после того, как мы сбросили объект sessionId, что произойдет? Это произойдет то, что теперь при запросе CurrentUser этот хэш нам будет возвращать New. То есть на DeStroy мы перезаписываем этот идентификатор с текущей сессии на New. И даже если пользователь будет продолжать пользоваться тем же самым идентификатором сессии, сессионный объект со стороны приложения стер. Именно поэтому надо делать явное отключение со стороны сервера и явный вопрос идентификатора сессии. Кроме того, что нужно сделать? Для того, чтобы приложение стало запрашивать логин-пароль, надо добавить BeforeAction с действием Authenticate. То есть выполнить аутентификацию. Действие Authenticate у нас прописано. Прописано. Пока не прописано. Действие Authenticate у нас тоже должно быть прописано. И здесь указано, что исключить его для действий New и Create. Почему исключить? Да потому что в этом случае мы не будем иметь возможности создать нового пользователя. То есть аутентификация, это все, конечно, хорошо, но неплохо бы дать возможность пользователю, например, зарегистрироваться. Это не всегда так. То есть в некоторых случаях у нас регистрация закрыта. Регистрацию может сделать только администратор, но в данном случае в этом демонстрационном приложении мы не сделаем возможность аутентифицироваться. Ну и индексная страница содержит у нас список всех пользователей и имя текущего пользователя, если мы его можем получить. Как выглядит демонстрационный пример? Запускаем приложение. Подключаемся к корневому ресурсу и увидим страничку. Страничка сессии. Так, это не страничка сессии. Неправильно сказал я. Это корневая страничка. А где конкретно она сделана, это мы можем посмотреть вот здесь. Roots, это welcome, индекс. Так. Индексная страница здесь сделана просто как некая статическая страница. Дальше. Говоря о наших контроллерах. У нас есть контроллер сессии. Вот он. То есть все три действия, которые мы только что поговорили. То есть ввод логина пароля, создание текущей сессии, удаление сессии. Есть соответствующий юзер контроллер, у которого есть действие, которое называется setUser. Кроме того, у нас есть application контроллер. Application контроллер с действием Authenticate. И вот он с действием Authenticate. Проверяет, что если у нас появился объект current user, то есть current user, который возвращается подобным образом, то только в этом случае мы можем впустить соответствующего пользователя, который входит со стороны браузера, на страницу приложения. Причем мы здесь говорим, что Authenticate делает для всего, кроме страниц с путями signup, signin, new и create. Очевидно, new это новый пользователь, либо форма для ввода, create это, собственно, создание пользователя, либо создание сессии. Sign up signin, это просто нам что-то синонимы. Как работает приложение? Ну, допустим, мы попытаемся обратиться к ресурсу, которого нет, для которого у нас нет доступа. Мы попытались обратиться к юзерсу. Тут же мы получили перенаправление на ввод страницы. Логин пароль. Здесь мы можем ввести нового пользователя. Допустим, user.18.03.24. E-mail. Не столь важно, какой, лишь бы он был уникальный, потому что мы его используем в качестве ключа. И пароль. Ну, допустим, 1234. Мы зарегистрировали пользователя. Значит, теперь мы можем использовать вот этот самый e-mail. e-mail. 18.03.24. Можем войти. К сожалению, я взял его неправильно. Введем еще одного пользователя. Мы его зарегистрировали. И мы вошли. И мы вошли. И мы вошли. И мы можем сделать что угодно. То, что вы видите сейчас на экране, это структуры, сгенерированные при помощи Skaffled. То есть мы видим идентификатор текущего пользователя. И мы видим идентификатор текущего пользователя. Все. Сокращенное имя. Сгенерирование. Сгенерирование. А sign out – это прекращение текущего… Ну, это, проще говоря, то же самое, что и logout. То есть разрыв текущей сессии. Ну, и видим, что это связь Session凸строй. Destroy. Следующий большой раздел – это как, собственно, выполнить аутентификацию не своими средствами. Дело все в том, что аутентификация, которую я сейчас показал, она простая и она может быть легко встроена в любое приложение, но количество протоколов аутентификации достаточно большой. То есть, если мы говорим о современных веб-приложениях, например, вспомните, если вы пользуетесь ресурсами Google или ресурсами Facebook, ресурсами Mail.ru, то в этом случае, если вы вводите один раз логин-пароль, вы можете дальше открывать любые ресурсы, связанные с этими сайтами-порталами, как мы можем еще назвать. То есть, это не что иное, как технология распределенной авторизации, либо технология, также известная, как SSO, то есть ввод, однократный ввод идентификационной информации. То есть, один раз мы вводим логин-пароль и далее имеем возможность получить доступ без дополнительного ввода пароля на любом из ресурсов. Как это делается? Это делается при помощи соответствующих протоколов, распределенной аутентификации. Среди них известны один из самых распространенных OpenID, OpenSSO, LDAP. То есть, LDAP – это протокол, который используется, в том числе, например, в компании Microsoft, как Active Directory, известен как Active Directory, там есть открытая реализация LDAP. Есть возможность, например, сделать аутентификацию на основе ключей шифрования, это протокол X509. То есть, идея заключается в том, что у вас есть некий аппаратный ключ, ключ хранится, допустим, в рамках этого USB-устройства в составе криптопроцессора, и у вас нет никакой возможности прочитать этот ключ. То есть, идея заключается в том, что имея криптопроцессор, только в случае, если у вас в руках есть этот криптопроцессор, вы можете пройти аутентификацию. Если у вас его нет, копию с него снять должно быть невозможно. То есть, в этом и заключается идея аппаратных ключей. ОАЛФ – это один из самых распространенных протоколов для аутентификации в интернете, для веба, непосредственно для веб-приложений. И производная от этого протокола используется и для Google, и для Facebook, и для Twitter, и для многих других сайтов. То есть, в чем, опять же, вопрос? Вопрос заключается в том, что если вы хотите делать веб-приложение, которое позволяет выполнять аутентификацию, то нехорошо писать самим. Можно использовать готовые средства. И еще один момент, о котором я забыл здесь упомянуть, что вообще-то вы можете использовать эти протоколы распределенной аутентификации как в рамках чужих веб-приложений. Например, если вы делаете какую-то блоговую платформу или какую-то платформу для размещения новостей, вы можете захотеть, чтобы комментарии мог оставлять только тот пользователь, который известен. То есть, тот пользователь, которого можно аутентифицировать, а не просто некий Иванов Иван Иванович и анонимист. То есть, в этом случае что нужно? Нужно либо создать свой сервер распределенной аутентификацией, типа OpenID или OAuth, либо использовать чужой. Чаще всего используется чужой, потому что пользователь не любит регистрироваться где попало. Идея использовать чужой сервер аутентификации заключается здесь в том, что пользователь, например, больше доверяет, допустим, Facebook или ВКонтакте, чем вашему приложению. То есть, им он доверяет, что они не будут распространять, ну, как бы не будут распространять информацию, кому попало. То есть, в этом случае вы можете не требовать пользователю вводить логин, пароль, а просто-напросто подключить соответствующий модуль, который позволяет использовать протокол OAuth и использовать внешнюю аутентификацию. Внешнюю аутентификацию соответствующего ресурса, который вам нужен. Как встраивать эти модули? Ну, для этого существуют соответствующие библиотеки. И две наиболее распространенных — это AuthLogic и Device. Что такое AuthLogic? Это библиотека, которую вы можете установить через Game & Store. Вы можете здесь же, опять же, посмотреть ссылки на документацию. Но для нас интересны следующие. Если вы хотите сделать приложение, которое позволяет, например, Mail.ru, допустим, вот как здесь мы видим вход при помощи каких-либо логинов, паролей. То есть, мы видим поминание, что здесь вам нужно иметь включенный OAuth. То есть, идея заключается в том, что вы не вводите логин-пароль на Mail.ru, а вы вводите логин-пароль только для Google. Google предоставит соответствующие права для использования этой регистрационной записи, ну, точнее, возможности выполнить аутентификацию на конкретном данном приложении, которое называется Mail.ru. То есть, в зависимости от того, какой внешний протокол вы хотите использовать, вы подключаете соответствующий модуль для AuthLogic. То есть, количество этих модулей очень большое. ПАМ, к слову сказать, это возможность включить аутентификацию на основе операционной системы. Соответственно, LDAP возможность включить в домен, домен Windows или домен Linux. X509 аппаратные ключи, либо ключи, которые подключены на браузер. На браузер вы можете также загрузить соответствующие файлы со стороны администратора, со стороны конкретной машины. Есть возможность загрузить те сертификаты, которые будут позволять входить ровно с этой машины. Далее. Для того, чтобы подключить AuthLogic, вам нужно создать специальную модель. То есть, модель на основе класса AuthLogic. И именно эта модель будет определять те сущности, которые можно аутентифицировать. Нам нужно создать миграцию, либо руками, либо при помощи генератора миграции. Эта миграция содержит минимальный набор полей, который нам нужен. Это требование AuthLogic. То есть, эти поля вы можете расширить, как вам нужно. Но в то же время, присутствующие здесь поля должны присутствовать. Логин, шифрованный пароль, соль, об этом я буду говорить позже, токены, количество подключений, когда пользователь зарегистрировался, когда он вошел в первый раз, когда он вошел в последний раз, текущий логин и прочее, из какого IP-адреса. То есть, минимальная регистрационная информация, но и не соответствующий индекс. Кроме того, нам нужно создать сессию. Ну, сессия здесь создается на основе имеющегося объекта, который представляется AuthLogic. И требования для аутентификации мы прописываем в следующем образом. Сущности, которые мы будем проверять сами, это сущность уже наша. То есть, предыдущая была сущность необходимая для работы AuthLogic. Здесь мы дописываем, как выполнять аутентификацию. Для хранения сессий прописываем соответствующие методы, типа CurrentUserSession и CurrentUser. Создаем контроллер сессий. Также мы делаем руками, то есть, страничка, которая нам нужна для того, чтобы пользователь мог что-то ввести. Само создание сессии. И, без строя, это удаление информации оплаты. Ну, как видим, действий достаточно много, но, тем не менее, библиотека гибкая. То есть, за что мы платим? Вот таким количеством кода. За то, что мы имеем возможность подключить любой из реализованных модулей. То есть, как только нам понадобился Facebook, мы подключаем соответствующий модуль для Facebook. Как только нам понадобился OpenID, подключаем модуль OpenID. Если мы хотели выполнять аутентификацию с каких-нибудь токенов, там, с USB токенов, root токенов, подключаем X509, работаем с ними. Ну и так далее. Альтернативой для OutLogic является библиотека device. Также очень широко используется. Устанавливается как deminstall device. Принципиально отличается тем, что она добавляет свои генераторы для Rails. То есть, если в случае OutLogic нам нужно писать достаточно много, то в случае device нам нужно сделать следующее. Мы говорим generate device install. И device прописывается в текущее приложение и прописывает все свои струбки. Значит, для того, чтобы сделать модель, нам нужно запустить генератор device, который сгенерирует соответствующую модель. Ну, в данном случае это имя, которое мы можем назвать как угодно. User, UserEntity, ну и как вы считаете нужным, как нужно для вашего приложения. Если мы хотим добавить код контроллера в девайс, все, что нужно нам, добавить before action от IndicateUser и выполнить проверку аутентификации при помощи встроенного девайс метода UserSignedIn, опять в форме предиката. Да и, в общем-то, на этом все, то, что касается интеграции девайс. Так, ладно, придется подрестать. Значит, на этом все, что касается аутентификации и встраивания девайса. Следующий большой раздел – это раздел безопасности веб-приложений. То есть раздел безопасности веб-приложений я буду показывать по документации Rails. То есть, чем хороша документация, тем, что большинство вопросов проблем безопасности здесь уже рассмотрены. Примеры, которые я буду показывать, я буду опираться на примеры, демонстрируемые здесь. Первый аспект касаемого вопроса безопасности – это сессии. Значит, что такое сессии? Коротко я уже упомянул, что сессии – это некий большой идентификатор, который у нас пишется в куке. Так, сторочный спектр. То есть, если мы посмотрим вот сюда, мы видим, что идентификатор сессии – это очень и очень большое число. Причем в данном случае это даже массив чисел, которые имеют очень большую длину. Почему они имеют такую длину? Дело все в том, что сессии могут попытаться подобрать. Значит, если мы рассматриваем вариант, который я показывал только при помощи снифера, сессии могут быть перехвачены. Если сессии будут перехвачены, это значит, что любой пользователь, любой, точнее, хакер, который скопировал информацию куки и вставил этот куки в свой браузер, будет для сервера, для вашего веб-приложения подставляться как вполне легальный пользователь. То есть, в этом смысле это проблема. Что нужно и как бороться? Ну, во-первых, для того, чтобы не подделали, не перебрали, нужно использовать крепкое шифрование, хорошие хэш-функции, генерирующие хорошие, все-таки случайные последовательности, то есть те последовательности, которые сложно подобрать. И нужно использовать канальное шифрование. Канальное шифрование при помощи SSL, чаще всего. То есть, если бы канал был зашифрован, но SSL, как его увидеть, и чаще всего мы его увидеть можем по протоколу HTTPS. То есть, откроем Яндекс по умолчанию протокола HTTPS и видим, что у нас шифрование, установленное шифрование SSL, ключ кем-то подписанный, с каким-то сроком годности. Причем видим, что это ключ, подписанный самим Яндексом. Если мы попытаемся перехватить сейчас поток, то мы не сможем его восстановить. То есть, для того, чтобы его перехватить, нужно иметь ключи. А ключи находятся на финальных точках, то есть на браузере и на сервере. И в этом смысле, если мы вклинируемся между браузером и сервером, мы не можем дошифровать этот поток. Ну, то есть, гипотетически зависит от протокола шифрования доступных вам средств. Но пользователь с обычными, или хакер с обычными техническими средствами, он будет затруднен в том, чтобы дошифровать поток SSL. Кроме того, одной из способов защиты сессии является обновление сессии. То есть, не делать длительные сессии. Напоминаю, что если вы работаете с какими-то банковскими приложениями, то, как правило, срок жизни сессии ограничен. То есть, вам говорят, что, например, после пяти минут бездействия ваша сессия будет закрыта. Или вы вообще не можете ничего сделать больше, чем 10 минут. То есть, вы ввели логин-пароль, вы можете забыть пользоваться, не забыть, но через 10 минут логин-пароль будет прекращен. То есть, идея заключается в том, что если вы отошли от компьютера, то ваша сессия становится недопустимой. И более того, если кто-то, например, потребовал вас насильно ввести логин-пароль, после чего вас вырубили, то через определенное время сессия будет автоматически перехвачена. Это значит, что эти хакеры или преступники, которые хотят завладеть логин-паролем, они будут вынуждены вас поддерживать в состоянии, когда вы будете в состоянии вводить логин-пароль в длительное время. Но это лишняя проблема. То есть, дальше. По поводу сессий. Следует отметить, что не следует хранить критически важные данные, которые могут быть в потере. Очевидно. Если мы используем сессии, которые хранятся неизвестно сколько, во-первых, сервер может их сбросить, во-вторых, если мы храним их в формате cookie, то мы ограничены размером cookie. Более того, вот представим такой простой, недостаточно синтетический пример. К сожалению, приложение такого вида встречается. То есть, допустим, мы текущее состояние счета храним в cookie. Идея заключается в том, что сервер отправляет состояние счета браузеру, отправляет в составе cookie, после чего, например, есть некая корзина, в которую вы говорите, оплатить. И у вас сам браузер списывает с этого состояния счета в cookie текущие, например, деньги на оплату за текущий товар. После чего отправляется запрос с этими исправленными cookie на сервер. В чем проблема? Проблема в том, что если пользователь окажется чуть-чуть поумнее, он просто-напросто посмотрит при помощи соответствующих средств в состав cookie и подредактирует эти cookie так, чтобы состояние счета не уменьшалось никогда. Значит, в этом случае вы получаете проблему, что пользователи вроде как заказывают некие товары, вроде как с точки зрения серверной части приложения, он их оплачивает, но претензии вы получите от владельца этих товаров, когда он попросит вообще-то деньги эти предоставить, потому что со счета пользователя они не будут списаны. То есть такие вещи, такие проблемы могут совершать, скорее, вне банковских приложениях, потому что как только в банке увидят подобные вещи, скорее всего, команда разработчиков будет заменена. Но такие вещи могут сделать каких-то, ну, как-то мне показывали, изменение тарифного плана у одного из мобильных провайдеров. То есть они допустили такую схему, но не для счета, для тех тарифных планов, которые есть. У большинства мобильных провайдеров есть ограничения на возможность замены текущего тарифного плана раз в месяц. Это все хорошо работало, если это проходило через сервер. А в тот раз мне человек рассказывал, как он по ошибке изменил тарифный план, после чего он решил посмотреть, что, собственно, там передается, он увидел, что тарифный план хранится как куки. После того, как он руками исправил куки, ему позволили менять эти тарифные планы, независимо от того, сколько раз он их менял в течение месяца. То есть это была дыра безопасности, не знаю, ее дальше не проверяли. Ну, в общем-то, задача была не во взломе, а в том, чтобы просто исправить ту ошибку, которую он сделал, перейдя на не тот тарифный план, который хотел. И это говорит о том, что даже крупные компании такие дыры допускают. Одна из точек взлома называется session-fixation, то есть способ взлома, который заключается в следующем. Он заключается в том, что если хакер имеет возможность иметь доступ к компьютеру, к компьютеру-жертву, то в этом случае... Так, хакер у нас здесь вот на мобильном... Нет, это у нас... Да, это у нас компьютер. Десктоп. Значит, что он может сделать? Он может сделать запрос на логин. Дело все в том, что когда идет запрос со стороны клиента сервера, сервер не знает, кто к нему подключается. Он не знает, это пользователь порядочный или это непорядочный пользователь, известный как хакер. Значит, совершенно честно, сервер выдаст ему идентификатор сессии. Ну, так же, как я показывал при первом заключении, у нас генерируется session-id. Что происходит дальше? Если хакер имеет возможность получить физический доступ к компьютеру-жертвы, он может прописать, подменить соответствующие файлы, файлы состояния браузера, ну, файлы, где хранятся. Любой браузер хранит на диске, на текущем диске, файлы с информацией о всех сессиях, о всех введенных логинах, паролях и прочее. Значит, если есть доступ к этим файлам, и хакер имеет возможность подменить для узла, который идентифицируется на нашем сервере, указать, что session-id тот, который он получил. Это значит, что ему дальше не надо перехватывать трафик. Значит, как может быть сделана вот эта подстановка? Она может быть сделана при помощи программ-троянцев. То есть количество браузеров вообще-то ограничено. Есть Firefox, есть Chrome-based web browsers, есть Safari и Internet Explorer. Значит, по сути, четыре варианта. Есть определенные варианты версий этих браузеров, но эти четыре варианта известны. Известно, где браузеры хранят данные, известно, в каком формате они их хранят. Значит, если у вас есть возможность доступа к файловой системе, ну, гипотетически, вы можете подменить этот session-id. Значит, этот вопрос, как это происходит, мы сейчас не рассматриваем. Жертва открывает компьютер и в этом случае что делает? Она не видит, что файлы подменены, не видит, что сессия подменена. Эта жертва подключается к нашему веб-приложению, вводит на запрос логин и пароль, то есть что происходит дальше. Веб-приложение выдает страничку для ввода логин и пароль, и жертва вводит логин и пароль. Так вот, хакеру не надо в этом случае знать логин и пароль. Хакер связан тем же идентификатором сессии. То есть, неважно, с каких компьютеров с этим идентификатором сессии подключается, сервер не способен распознать, что этот пользователь с таким идентификатором сессии – это хакер или добропорядочный пользователь, потому что добропорядочный пользователь предъявил правильный логин и пароль. Ну и дальше что происходит? А дальше получается, что пользователь, который работает с этим идентификатором сессии, по сути, предоставляет полный доступ ко всем ресурсам, которые он имеет, хакеру. Как с этим бороться? Бороться, самый простой способ, это ограничение время жизни. То есть мы делаем ограничение, что, допустим, через 5 минут бездействия сессию прибить, и веб-приложение должно забыть о нашей сессии. Тогда, если хакер, даже если он перехватил вопрос, успеете за это время подставить идентификатор сессии на браузер, будете пользоваться этим идентификатором сессии, вот введенные 5 или 10 минут. Другой вариант, сбрасывать идентификатор сессии каждый раз, когда пользователь обращается, например, к странице логин-пароль. То есть независимо от того, известен ли нам логин-пароль, если пользователь обращается к странице логин-пароль, сбрасываем идентификатор сессии и выдаем новый идентификатор сессии. Тогда эта атака будет тоже неработоспособной. Еще один момент, атака, который называется Cross-Site Request 4G. Что это такое? Это подстановка каких-то действий, которые вы хотите, точнее, которые хакер хочет, чтобы жертва совершила с правами, которые у нее есть, но нет у хакера. Значит, этот вариант использовался очень часто, когда для общения использовались форумы. То есть, например, хакер хочет разослать спам. Используется некий форум, у которого есть администратор. Форумы обычно устанавливались в большом количестве и администрировались плохо, качество администрирования зависело от владельца. Очень часто администратором был сам владелец, ему очень часто было не до форума. В чем заключалась идея, заключалась в том, что мы можем, или хакер может, отправить этому администратору некое письмо, в составе которого есть HTML-разметка, который содержит что-то. Эту владельцу ресурса также можно отправить, например, некую страницу. То есть, кинуть ссылку через сервер, через сервис взаимодействия, через мессенджер, через телеграм, через что угодно. И главная задача заставить этого администратора открыть в своем окне ссылку, которую ему кинули. Эта ссылка в том числе может быть на каком-нибудь абсолютно левом сайте блоге, с какой-нибудь другой полезной информацией. Но это может быть также и обычной пользой. Например, допустим, хакер хочет получить доступ к аккаунту ВКонтакте, добавиться в друзья, добавиться в друзья в Фейсбуке, прописать еще что-нибудь, написать что-нибудь гадкое. В общем, вариантов здесь очень много зависит от фантазии хакера. То есть, во всех этих случаях идея заключается в том, что надо каким-то образом прокинуть действие для пользователя через чужое веб-приложение. Если это веб-почте, значит, веб-почте ссылка на действие в другом приложении. Если это просто сторонний сайт, значит, выполнить некое действие в другом приложении. Проблема, в общем-то, достаточно серьезная. То есть, суть этой проблемы. Суть проблемы в том, что если вам прислали ссылку и вы не посмотрели на то, что там делается, вы можете вполне разослать спам, добавить в друзья, кого не надо, стереть собственные данные. В общем, самое разное проявление, в зависимости от того, какие у вас полномочия. Как бороться с этим? Бороться с этим первая рекомендация. Использовать семантику запросов GET и POST. То есть, GET не должен быть модифицирующим. HTTP запрос GET или получить говорит о том, что ресурс не будет изменен. Если же вы хотите изменить, используйте POST. Почему? Ну, потому что, если рассматриваем простейший вариант, в простейшем варианте, когда вы вводите запрос в браузере, вы делаете GET запрос. Так, нам сейчас понадобится другое приложение. Нам понадобится приложение для демонстрации этих ресурсов. Итак, приложение открылось. Мы видим здесь три формы. Сейчас выясню, что это такое. Так вот, по семантике. GET запрос, если мы хотим получить этот запрос. POST, если мы хотим сделать прекрасное изменение данных. То есть, сервер должен изменить что-то. Кроме того, есть механизм, который называется PORS или Cross Origin Resource Share. Этот механизм обслуживается браузером, и все современные браузеры поддерживают PORS. То есть, идея заключается в том, что, если вы хотите сделать доверенный обмен данным между разными доменами, допустим, вам нужно сделать так, чтобы вот этот механизм, который изображен на слайде, был допустимым. Вам нужно из одного домена передать данные в другую. В этом случае вы можете прописать через CORS правило передачи, то есть домены, которые являются доверенными. Касаемо Rails. У Rails есть встроенная защита. Встроенная защита выглядит следующим образом. По умолчанию, когда вы генерируете Rails приложение, в Application Controller есть вот такая запись. Protect from Fogery. То есть, protect от подстановки такого вида. Для этого самого Protect from Fogery есть специальный ключ в шифровании, ну, на заданном конфигурации. Вы его можете поменять. Так вот, дальше начинается очень интересная вещь. Как только приложение имеет такую защиту, как только оно включено, дальше разбираемся с типами форм. Я открою инспектор. Открою представление, которое сгенерировало эти формы. Input. Мы видим. Три формы. Для трех случаев. Первая форма для гайд-запроса. Вторая форма для пост-запроса. Кроме изменения гайд-напросто, в первом и втором случае нет больше ничего. Обратите внимание, у нас делается здесь следующее. Генерация метки, текстовое поле и кнопки. В третьем случае такая же форма, но только запрос асинхронный. Тип запроса пост. Теперь смотрим, а что же у нас сгенерировалось. Три формы. Видим, что на странице у нас три формы. Значит, если мы сделаем запрос какой-нибудь, ну, допустим, 10. То есть вычислить 10 чисел Fibonacci. Простой пример. Смотрим теперь, что у нас ходило по сети. Значит, в заголовке запроса requestHeaders, ну, с идентификатором сети и куда без него, ничего более другого у нас нет. Парамс содержит только тот перечень параметров, которые мы им передавали. Теперь посмотрим в инспекторе. В инспекторе посмотрим первую форму. Мы видим, что форма содержит одно hidden поле с именем кодировки. В общем-то, вот они, наши значения параметров. Ну, вот она кнопка и ничего более. Ничего здесь более интересного нет. А вот теперь посмотрим на вторую форму, которая делает пост-запрос. В пост-запросе у нас появилось поле с идентификатором name. А вот в принципе токен с вот таким вот здоровенным криптографическим значением. Значит, если мы сделаем здесь запрос, с точки зрения нашего приложения, с точки зрения пользователя, ничего не изменилось. Но зато, если мы посмотрим теперь, а что же мы передавали, в составе параметров, которые переданы в форме, мы видим токен аутентификации. То есть, зачем это сделано? Это сделано за тем, чтобы усложнить жизнь хакеру. То есть, две запросы мы не можем управлять никак. А в случае пост-запроса через форму, либо асинхронно, вот ответ мы получили асинхронно, посмотрим теперь, а что же мы передали. В качестве запроса мы передавали вот такие вещи, но дело все в том, что асинхронный запрос передавался со спецзаголовком так, request, cookie, вот он, csrf-токен. То есть, этот токен передан в составе асинхронного запроса. Итого, мы получаем встроенный механизм Rails, который позволяет для всех пост-запросов, независимо от того, как они отправлены, передавать соответствующий токен. Этот токен будет проверен Rails-приложением на предмет того, является ли этот токен выданным. То есть, если хакер попытается подобрать каким-то образом этот запрос, он должен знать, какой токен надо сюда вставить. И, соответственно, эта защита работает таким образом, что если хакер вставил что-то, он не будет знать этот токен, если только он не управляет полностью вашим компьютером. То есть, в этом смысле, это один из способов защиты. Касаемо подделки запросов. Как может быть сделана подделка запросов? Это вот тот самый способ, как подменить запросы и заставить пользователя выполнить те действия, которые он на самом деле не хочет. Мы рассмотрим вот такую разметку. Элемент Ankor, у которого в качестве ссылки выставлено что-нибудь безвредное и безобидное. Но дело все в том, что язык HTML, разметка HTML позволяет вставить активные действия. Например, OnClick. Что такое OnClick? Это нажать. Значит, нажатие в этом случае мы можем описать как код на JavaScript. Если мы смогли вставить вот такой элемент с такой разметкой, и пользователь нажал на ссылку, он будет видеть, браузер будет ему отображать безвредный сайт, как здесь видим, Hamless.com. Но выполнится реально код, который записан у нас в действии OnClick. И пользователь будет абсолютно уверен, что он нажал на безвредный сайт. Причем проблема здесь заключается в том, что мы можем таким образом поменять метод формы. Мы можем сделать форму, мы можем установить, например, пост-запрос. То есть вот та самая защита при помощи пост не сработает. Но сработает второй способ. Это Protect From Forge. При условии, что он обращается из другого домена. Если из того же самого домена, то уже это не поможет. Кроме того, еще более опасный вариант. Например, OnClick заменить на OnMouse. То есть вам даже не надо нажимать. Вам надо просто-напросто навести на ссылку, которая выглядит как настоящая, и будет выполнен некоторый код. Собственно, то, что мы видим, это поделка запросов, это вставка фальшивого действия, которое пользователь не будет воспринимать как безобидный. Кроме того, могут быть перенаправления. То есть если в вашем приложении есть какой-то параметр, который говорит о том, куда перенаправить, например, этот параметр должен быть каким-то образом обработан, может быть злоумышленником подставлена любая строка. То есть, ну, напоминаю, что в браузере мы можем писать абсолютно любые параметры. Известны они вам, неизвестны. Точнее, даже не правильно сказать. И если вы знаете, что в приложении есть какой-нибудь ABC равно 1,2,3, то вы можете их написать, даже если веб-приложении никогда их сюда не выводим. Кроме того, можно поделать что угодно из отголовка. Соответственно, надо тщательно проверять те параметры, которые передаются через форму, через запрос. И общий подход здесь такой, что когда вы создаете веб-приложение, воспринимайте его как работающие по определению во враждебной среде пользователь по определению хакер, любой пользователь пытается взломать ваше приложение. То есть, в этом смысле нельзя доверять никаким данным, приходящим со стороны пользователя. И любые данные, которые приходят, надо проверять. Также, очень часто бывает проблема, когда нужно сделать, например, хранилище файлов, то есть вы делаете приложение, которое позволяет загрузить некоторые файлы. Пользователи указывают файл и выгружают, например, эти файлы на ваше хранилище. Дальше они, естественно, хотят видеть эти файлы, которые имена файлов как-то не используют. Но если этот пользователь недобропорядочный, он будет использовать правильные имена файлов. Если этот пользователь хакер, он может вполне использовать имена файлов, содержащие слэш, точки, то есть навигацию по вашей файловой системе, на которой развернуто приложение. И в этом случае, что нам делать? Надо проверять, соответствует ли пришедшее имя файла минимальным требованиям безопасности. То есть оно не должно содержать ничего, кроме алфавитных символов. Например, или символы алфавитные, или числовые. Это мы можем сделать при помощи такого метода, типа sanitizeFileName, то есть отсечь пробелы, отсечь, изменить, например, все слэши, все спецсимволы, которые для нас опасны, либо подчеркиваем, либо просто удалить. Как можно еще сделать очистку? То же самое, та же самая проблема, но симметричная. Не на загрузку файла, а на чтение файла. То есть, допустим, пользователь указывает где-нибудь, что ему нужен файл, файл name, равно чему-то. То же самое, там, 1, 2, 3, тексты. Но пользователь может оказаться неправильным. Оно может оказаться таким, что пропишет вот здесь, естественно, перекодировать через соответствующие коды, которые сходу я не помню, типа подобного ли. Перекодировать это в URL-код. Но смысл этих действий может быть такой, что пользователь может указать любые действия по навигации из директории вашего приложения. Значит, в этом случае надо каким-то образом отфильтровать. Пример, который здесь показан. Допустим, если хакер знает, что ваше приложение размещает все файлы в этой директории, и вы делаете внутри вот такой подбор, хакер может просто взять и дописать навигацию по относительным путям. То есть, подняться наверх, подняться наверх, подняться наверх. Etc. Password – это файл с паролями. Если этот файл с паролями будет доступен хакеру, то считайте, что вы ему подарили фешированные, фешированные, и, в общем-то, информация о всех пользователях, которые у вас хранятся на данной машине, и потенциально возможность взломать эти пароли. Очистка может выглядеть, например, таким образом. Получить имя текущей директории от скрипта, в котором это запускается, а дальше объединить его с соответствующими директориями, и попытаться склеить, синтезировав новое имя. То есть, то, что хакер здесь написал, оно не должно быть использовано. Файлы надо очень аккуратно преобразовать. Следующим аспектом, на следующем опасном моменте, является групповое присваивание. Вот. Выглядит это следующим образом. В Rails, до третьей включительно, была опасность, что параметры, которые задает пользователь, могли быть перечислены. Допустим, если вы пишете какую-то модель, у которой есть атрибут админ, который говорит, что это пользователь, суперпользователь или администратор, хакер знает о том, что у вас есть такое поле, и он просто-напросто вписывает это поле, инициализированное тем, что нужно, в заголовок. Соответственно, после того, как вы создаете модель на основе шаблона, просто-напросто все эти значения будут записаны один в один. И в этом случае что получится? Что пользователь, вроде как, имеет возможность создавать со своего, вроде бы, безобидного интерфейса, имеет возможность вводить те параметры, которые нужны. Если это хакер, хакер может подменить запрос, хакер может просто взять и модифицировать код браузера. Код браузера доступен, что Firefox, что Chrome. Например, вы можете скачать и сделать абсолютно любые возможности. И более того, вы можете даже не браузером модифицировать, а просто-напросто написать расширение, которое позволяет модифицировать запросы. То есть запрос, который придет от пользователя, считаем, что потенциально является запросом от хакера. Как работает? В случае старых Rails, мы просто должны были прописать те атрибуты, к которым можно подключаться. А в случае новых Rails, у нас есть ключевое слово RequirePrimit. То есть только то будет пропущено, что объявлено как примит. Пользователь, точнее хакер, может писать что угодно, но если мы написали, что примит только юзернейм, ничего кроме юзернейм не пройдет внутрь. По поводу взлома учетных записей. Значит, взломы учетных записей нужны, опять же, в тех случаях, когда хакер хочет завладеть вашей учетной записью, но это не всегда так, а возможными правами для рассылки спама, для того, чтобы выполнить какие-то действия. Что в этом случае делать? Ну, во-первых, это прямой взлом пароли. Прямой взлом в плане перебора, он вообще-то возможен, но он достаточно тяжеловесный. Как правило, происходит утечка паролей, как правило, происходит косвенным образом через некорректные действия администратора. Ну и вообще-то надо затруднять подбор пароля. То есть, например, сделать возможным ввести пароль не чаще, чем раз в три секунды, и, соответственно, если его надо перебирать миллионами комбинаций, значит, это будет очень долго. Через e-mail, через электронную почту. Но если вы являетесь администратором такой системы, то себя надо, во-первых, обезопасить с тем, чтобы, во-первых, не использовать для ответственных приложений тот браузер, которым вы пользуетесь, например, для просмотра новостных сайтов и прочего. То есть просто устанавливаете несколько веб-браузеров. Один веб-браузер для администрирования вашего приложения, который является там сверхнадежным, сверхответственным. Один браузер для просмотра неответственных ресурсов. То есть еще один браузер для просмотра какой-нибудь личной почты. И в этом случае у вас пространство этих куки, сессий не будут пересекаться. Что вы посетили в одном браузере, не видно в другом. Соответственно, чтобы вам прислали наличную почту, вы не сможете влиять на корпоративную почту. Ну, не сохранять сессии, как кто-то уже заметил, что сейчас мы заботимся о том, чтобы пароль был очень сложным, его было сложно подобрать, и он содержал там 20 символов с различными комбинациями. Но в то же время, если вы получили доступ к любому компьютеру, большинство пользователей пользуются однократным вводом логина пароля для там Facebook и прочего. То есть вам достаточно получить доступ к этой машине, и дальше вы можете не делать ничего, вы будете иметь доступ ко всем его ресурсам, просто потому, что пользователю лень вводить логин пароля. Но это плата за безопасность. То есть большинство современных пользователей не пользуются безопасным образом, то есть их браузеры уже подключены к соответствующим соцсетям и прочим. Ну и опасности утечки через cross-site forgery. То есть ограничивать домены, проверять, использовать тот механизм, который я продемонстрировал, использовать хорс. Касаемо паролей, следует отметить еще один момент. Современные пароли, как правило, хранятся на светлых шифровом митинге. Что такое хэш? Хэш это функция, которая позволяет выполнить инократное преобразование. То есть ее идея в том, что мы можем преобразовать при помощи хэш получит некую последовательность, но мы не можем ее докадировать. Мы можем вообще, максимум, что мы можем делать, мы можем подобрать другую последовательность, которая генерирует нам такую же точно последовательность. Этим пользовались хайки. То есть если удалось каким-то образом файл с хэш-функциями, и мы получили доступ в базе данных с хэш-функциями, уточнишь. Допустим, есть некие ресурсы, как у нас там в фейсбуке, с двумя, там, глядами институционной записи. В большинстве случаев не надо подбирать хэш-функции для конкретного пользования. Когда делаются такие утечки, когда только есть украсть такие объемы информации, это нужно, например, для рассылки спана, для того, чтобы там напортить профиль конкретного пользования. Рассылку спана можно делать с большого количества неизвестных аккаунтов и вообще неизвестных каналов для принадлежат. Это не нужно. Если есть возможность получить большое количество пользователей, они будут просто эксплуатировать нахотерном для этих целей. То есть, если есть два миллиарда записей, и мы начинаем перебирать просто случайно умножить все последовательности, мы получим достаточно большое количество подборов. Если мы говорим, опять же, о двух миллиардах записей хэш-функции, то просто данным перебором через неделю у нас уже будет несколько сотен тысяч других паролей, которые генерируют те же самые хэш-последовательности. Ну, весь вопрос времени. То есть это бессмысленно или почти бессмысленно, делать часть подбора конкретного хэш-пароля, где конкретного пользуются. Если я не говорю на дальнейших масштабах, это легко. И некоторое время назад как-то продавали вот такие базы с готовыми хэш-функциями. То есть, в принципе, на черном рынке это можно было приобрести. То есть, какой метод борьбы для тех, кто пишется в приложении? Метод борьбы очень простой. Добавить небольшую добавку, которая называется соль. То есть, идея заключается в том, что для любого пароля, который вы будете пользоваться, мы делаем добавку. И на каждом приложении, на которое мы размещаем, мы делаем разную соль. То есть, для каждого экземпляра разная добавка. Она может быть не очень длинная, но смысл ее в том, чтобы она была разной. И тогда, если даже хакер утащит эту самую пароль, ему придется перебирать самому. То есть, он не может уже купить у кого-то еще по рассчитанному не покажутся. Потому что, даже если он это берет, ему надо знать, с какой солью это делать. Это действительно нахер перебирать. Потому что, даже если эта потребительность была, соль будет другая. То есть, вычислительная нагрузка резко возрастает. И в этом смысле вероятность, что даже если у вас укладывает, ваша пользователь тут страдает, она резко снижается. Ну, естественно, можно использовать многофакторная аутентификация. То есть, что такое многофакторная аутентификация? Многофакторная аутентификация это переменение помимо пароля и еще дополнительных способов ввода. То есть, например, введите в один пароль, введите код, который прислали на SMS. Или приложите глаз, мы штаммируем радужную налогу или что-то еще. Для того, чтобы не перебирали, есть защита от перебора и спама, которая называется капча. Скорее всего, вы сталкивались с этим, но проблем у себя в том, что капча эта штука очень ненадежна. То есть, это возможность написать что-то нечитаемым шрифтом с помехами, сделать что-то вот такое. Есть множество технологий, большинство из них уже взломаны. Причем взломаны как автоматически, так и не забываем о том, что есть ручной способ взлома. То есть, есть на данной планете регионы с очень дешевой рабочей силой, где можно за 3-5 долларов в час посадить реальных людей, которые будут заниматься распознаванием вот этих вот картинок, которые приходят с капча. То есть, в этом случае стоимость определяется лишь в целесообразности. То есть, проблема вся в том, что когда вы пишете какое-либо приложение, здесь надо понимать, что уровень той защиты, которую вам надо применить, прямо пропорционален важности вашего приложения. То есть, любое приложение потенциально могут взломать, но вопрос, нужно ли его ломать и какова цена взлома. То есть, если цена взлома больше, чем та выгода, которую можно получить за ваше приложение, то, скорее всего, его ломать не будут. Если выгода большая, то, скорее всего, ваше приложение будет целенаправленно пытаться взломать. Не целенаправленно его пытаются обычно взломать просто для того, чтобы использовать сервер. За этим, естественно, надо следить, но это не само приложение и общая система администрирования. Кроме того, может быть взлом через журнал операции. То есть, когда пишутся какие-то действия, и пользователь вводит, например, нешифрованный логин пароль, если шифрованный логин пароль должен быть вычислен на стороне сервера, операция может попасть в журнал операции. Чтобы это не произошло, можем просто поставить фильтр на определенные параметры. То есть, если вы пассворт передаете как ключ-пассворт, то в этом случае Rails будет автоматически отслеживать, что ключ-пассворт не надо писать в блог. Потому что о журнале операции забывают, и если этот журнал операции будет доступен злоумышленнику, то через него тоже можно много чего интересного узнать о вашем приложении. По регулярным выражениям. Ну, здесь ошибки какого рода могут быть. Допустим, вы сделали приложение, которое позволяет вывести некий произвольный текст. И пользователю, ну, классически разместить статью и еще что-то, что могут читать другие пользователи. И вот в этот момент он пытается сделать инъекцию. Инъекцию как JavaScript выражение. Ну, в данном случае инъекция, которая единственное, что делает, это выдает сообщение. То есть, окно, алло. Так вот, эта инъекция может быть сделана куда угодно, и в том числе злоумышленник может попытаться сделать имя файла, которое содержит инъекцию. То есть, ваше приложение ничего не подозревает, выводит имя файла, а реально это приложение выводит вставку на JavaScript. Как можно проанализировать? Например, вы сделали ограничение на данные, которые содержат такое выражение. Проблема вся в том, что вы написали здесь, что строка должна содержать только допустимые символы и символ конца строки. Но символ конца строки сработает только до первой строки. То есть, если злоумышленник написал такое, оно автоматически раскроется как перевод строки, и это значит, что проверка будет выполнена только для первой части. А вторая часть благополучно проникнет в базу данных и будет извлечена запросом на чтение. Значит, здесь конкретная ошибка заключается в том, что надо было искать до конца всего выражения, а не до конца первой строки. Ну, также опасный код повышения привилегий. То есть, если вы напишите в приложении «Извлечь, к примеру, проект по идентификатору, который пришел со стороны браузера», вы рискуете получить нарушение секретности, потому что вы не проверяете, а есть ли право у этого пользователя на доступ к этому проекту. То есть, корректный способ. Вы должны взять текущего пользователя и от текущих разрешенных ему проектов делать поиск на доступ к того ресурсу, который нужен. В первом же случае, хакер может подменить идентификатор как захочет. То есть, подводя краткий итог, по типам инъекций. Инъекции в приложении могут быть абсолютно любые. Приложение должно проверяться на SQL-инъекции, на HTML, на JavaScript, на подстановке скрипта другого домена. Могут быть CSS, текстовые инъекции. Вообще, любые, какие только можно, включая заголовки HTTP и прочее. То есть, среда для нас враждебна. В каждом пользователе мы видим хакера, и только в этом случае мы можем выжить в этом мире. Ну, как в качестве примера таких инъекций, которые могут быть и которые не очевидны. Допустим, вы хотите бороться с SQL-инъекциями. Сделали вроде бы умный запрос, который, если видит вставку скрипт, заменяет его на пустую строку. Но хакер оказался таким, что он просто напросто взял и сделал вот такую строку. То есть, строка SC, дальше разбита скрипт и постановка. Что произойдет результатом выполнения Global Substitute с заменой на скрипт? Да, вот эта часть будет заменена на пустую строку. И в этом случае скрипт, который написан снаружи, он просто напросто заменится на новый скрипт. Значит, кроме того, что надо проверять? Надо максимально ответственно относиться к тому, что вы фильтруете. То есть, например, предпочитать действия, которые разрешены только через ONLY, например, а не через исключение. То есть, идея заключается в том, что если кто-то дописал новое действие в контроллере и забыл его прописать, то в случае ONLY сразу же тесты выгодят, что это действие недоступно. Конкретно касаемо вот этих вставок. Ну, у Rails, к счастью, есть замена. То есть, если вы пытаетесь просто распечатать в представлении некую строку, то все опасные символы будут заменены на Late and Grade. То есть, меньше-больше. И в этом смысле это несколько снижает опасность. Но, тем не менее, эти вопросы все равно надо отслеживать, о них надо помнить. По литературе большое количество источников. И, прежде всего, я рекомендую прочитать официальную документацию. Естественно, это все книги, которые касаются разработки на Ruby on Rails. И большое количество русскоязычных источников. На этом наша лекция закончена. Спасибо за внимание.